Мировой автопром затеял массовый ребрендинг, ведь в электромобильную эру эмблемы должны быть модными и светящимися. Первой в этом году была компания Kia, которая сменила логотип еще в январе. Вслед за корейцами пошли американцы. Обновить стиль еще середины 20 века захотел концерн General Motors. На очереди Франция. Марко Пежо давно уже не является семейным предприятием, а в альянсе Силантис голос Фиата и семьи Аньели и вовсе оказался весомее. А значит, пора обновить и эмблему образца 2010 года, ведь стоящий на лапах лев слишком близок к фамильному гербу семейства Пежо. К тому же интернет-шутники наловчились вращать старый логотип. Новый символ — это крупная львиная голова на геральдическом щите, который вращай, не вращай, ничего смешного не увидишь. Любопытно, что подобную эмблему французы уже использовали в 50-60-х годах. Ну а в ближайшем будущем логотип примерит Пежо 308 третьего поколения. Оглашение новой стратегии Рено — Ренолюции — совпало с премьерой концепта Рено 5. Примерили на нем и новый логотип, который публика заметила, одобрила, и теперь эмблема официально утверждена. Фирменный ром последний раз менялся в 1992 году. К слову, сами французы называют его лозанж или алмаз. Представлять новую символику выпало новому шеф-дизайнеру Жилю Видалю. По его словам, художники искали форму несколько лет. А вот сам Видаль устроился в Рено лишь в прошлом ноябре, до этого 24 года отработав на ПСА Пежо Ситроен. И закроем французскую тему любопытной новинкой. Помните кургузы и седанчики Рено Симбол? Когда-то их выпускали в Турции. Сейчас под этим именем продают местную версию Логана второго поколения. Но наследник будет иным. Для турецкого рынка приготовлена не копия Логана 3, а вполне самостоятельная модель Рено Талиант. С другими фарами, решеткой, рельефным капотом. От Логана отличаются даже двери и крылья. И это мы еще не знаем интерьера и технических характеристик. Ведь продажи в Турции начнутся не раньше лета. Что все это значит? Похоже, что французы наконец-то приступили к воплощению планов, который Лоуренс Ван Ден Акер анонсировал в Москве еще в 2018 году. О том, что Рено прекратит продавать под своим брендом перелицованные дачи. Продолжение следует...